Поведение аморальное, мы нарушаем какую-то социальную норму, то есть я начну кого-то оскорблять без причины, это будет аморально и неуместно, вот в одно и то же время, согласись, аморально неуместно. Но если я, допустим, вот, я тебя с прохожим приводил примера, допустим, не знаю, я вот с одногруппником буду, мало знакомым буду обсуждать, да, его сексуальный фетиш, я подойду и скажу, дружище, ты там любишь, когда девушки там и что-то там, вот, это будет аморальным? Нет, это будет просто неуместным. Как бы, ну, он такой, типа, да блин, дядь, ну, вообще не здесь, не тут, и вообще лучше, не надо сейчас об этом говорить. Как бы, поведение-то, оно не аморальное, оно неуместное. Вот в чем суть. Как бы, это очень тонкая грань. Как бы, все то, что аморально, оно неуместно, но не все то, что неуместно, является аморальным, если ты понял, что я. И почему ты думаешь, что рассказать, что ты шизофреник и девственник в 38 лет из страны России, это неуместно? Я говорю, что это, я не говорю, что это аморально, я говорю, что это неуместно. Как бы, я не говорю, мне все равно. Я говорю к тому, что, вот, что называется в обычном обществе, это неуместно. Да, вот просто, там, я девственник и шизофреник. Это, это неуместно. Да, почему ты думаешь, что это неуместно? Потому что ты делишься с людьми, да, с социальной группой или малознакомыми людьми, слишком интимными подробностями о себе. И люди, они, считая это неуместным, они просто избегают общения, либо имеют такое предвзятое отношение к тебе. Это ведь логично. Смотри, я тебе банальный пример приведу. Вот, представим, человек, вот он убийца, да, вот человек убийца. Ну, убийца мне скажет, я убийца. Ну, какого у меня от него отношения будет? Ну, конечно, негативное. И вряд ли я с ним буду общаться. А если убийца будет мне говорить, там, со мной рассказывать, что-то обсуждать, там, подружимся, будем там общаться очень долго, там, бла-бла-бла-бла-бла. Вот эта вся история, и потом, ну, он расскажет то, что он убийца. У нас уже повышенный уровень взаимопонимания, вот это все. Ну, я там, так, чуть-чуть он мне расскажет подробности, я скажу, дружище, твое дело. Окей, окей, ты там вроде адекватный, нормально. Ты видишь, я говорю о том, чтобы как-то выстраивать уровень взаимопонимания, когда ты слишком интимные подробности о себе выставляешь, ты этот уровень взаимопонимания сильно понижаешь. Вот я о чем. Ну, я предположу, что неправильно сказать, что ты убийца в начале беседы из-за того, что убийца причиняет вред другим людям. А что не так с шизофренией и девственностью? Я не говорю, что шизофренией и девственность – это что-то плохое, да, как бы, ну, вот, я не ставлю это на уровень с убийством. Я тебе просто показывал механизм, как человек это воспринимает. Но все-таки говорить, что ты шизофреник, да, и буквально там, буквально сходу, что называется, это, ну, это многих люди отталкивают, если говорить об этом сходу. Ну, я не буду вдаваться, да, в подробности медицинские, что такое шизофрения, вот, и я не знаю, думаю, я думаю, может быть, ты сам имеешь представление о том, что общая шизофрения вносит, да, в жизнь других людей, когда, допустим, да, есть человек, допустим, больной шизофренией, что он вносит в жизнь других людей, да, в особенности семьи. Вот. Но я, собственно, немного про другое, про тот образ шизофреника, да, человека, который не может и двух слов связать, или, там, не знаю, там, какой-то шиз, ну, вот шиз, да, там, насильник, убийца и так далее. Знаешь, у людей работает ассоциативное стереотипное мышление, вот. Поэтому, чтобы эти стереотипы не вызывать, как бы, подобно лучше не выставлять. Но это, опять же-таки, со стороны общества, как это обычный человек видит. Ты не подумаешь, что я тут от себя упрекаю, не, я тебе просто рассказываю, что думает обыватель. Так, а почему мне может быть интересен такой человек, который такое думает? Ну, это, понимаешь, с одной стороны, да, я так понимаю, ты исходишь из того, что если есть человек, да, который так думает, зачем он мне нужен, да? Не, ну, всякие могут быть люди интересные. Я вообще, давай, я с другого угла подойду, смотри. Давай, я просто тебя протестирую философски. В общем, человек изобразил в своем никнейме, что ему 38 лет в Дискорде. Это нормально? Да, нормально. Так. А почему шизофреник ненормально? Потому что это слишком интимная характеристика. А кто определяет интимность? Интимность определяет моя культурная прослойка сознания, которая вшита, так или иначе, в каждого. Ну, я говорю про этику. Ну, в общем, твое сознание, да, что-то в твоем сознании определяет, что это слишком интимная подробность. Ну, в общем, это ты определяешь, что это очень слишком интимная подробность. Ну, можно же дополнить. Это ты определяешь, что это слишком интимная подробность для тебя. Нет. Я тебя хочу поправить. Если... Да, безусловно, я определяю. Но почему я определяю так? Надо задаться этим вопросом. Задайся, почему я так определяю, как ты думаешь? Даже не знаю. Общество. Понимаешь, никакие моральные нормы, вот такие, знаешь, типа, там, рукопожатие, как там правильно посмотреть в глаза, или как правильно что сказать, как правильно встать и выйти, как правильно есть, нигде это особо не прописано, черному по белому. Но почему-то большинство людей, они это чувствуют, они знают. Вот. Почему-то человек понимает, ну, вот как социальное существо, что есть человек тактный, а есть бестактный. Как он это понимает? Очень просто. В той среде, да, в той социальной группе, в которой он рос, или в тех социальных группах, были такие негласные принятые правила, которые он постигал тоже, так скажем, негласно. Вот. Я тебе покажу вот такой банальный пример. Он тоже вычурный, но чтобы вот было понятно. Вот ты, допустим, гуляешь с пацанами на улице в дворе, да, тебя, допустим, лет 7. Ты гуляешь, гуляешь, и что-то, понял, на следующий день ты выходишь в розовой кепке. Опа. И все, ну, ты сам понимаешь, какая будет реакция. Когда парень, в кругу парней, в таком возрасте выходит в розовой кепке, какая будет реакция? Понимаешь, какая будет. Ну, там ты что, ты что там, педик и так далее по списку. Соответственно, у человека откладывается то, что выходить, такое, ну, вот так лучше, так лучше ему не ходить. Почему? Потому что у большинства есть эта реакция. Там он педик. Поэтому он не ходит в розовой кепке. То же самое, там, ты зачем сидишь там вот так вот, ты там сиди нормально, выпрями спину, ты там используй правильно столовую прибор. Это все вот та самая культурная прослойка нашего сознания, которая всегда подключается в такие моменты. И есть такие случаи, когда эта культурная прослойка, она идет в разрез с обществом. То есть, когда семья, допустим, она воспитала человека таким образом, что он обществу не подходит. То есть, он не вливается в это общество. Вот это вот такой инородный элемент общества, допустим, это может быть мусульманин. Вот, допустим, в европейском обществе это мусульманин. Он не разделяет никакие, ну, основные принципы существования европейского общества. Вот мусульманин, он как бы, вот если его так вырвать и засунуть в европейское общество, он будет вот таким примером человека, который пошел в разрез с обществом во время воспитания. Но, почему я делаю такой вывод, что я способен оценить, такно или бестакно. Потому что тот принцип мысли, который иногда я использую, он находит отражение в обществе, в широких его слоях. То есть, я нахожу согласие, я это согласие поддерживаю, видя, как люди мысли. Поэтому, собственно, ну, то есть, если ты хочешь поставить под сомнение вот этот образ мысли, я тебе его выложил. Вот. Так, я думаю, вполне себе логично. Такой простой категорический силогизм, да. Я мыслю, находится отражение, значит, мысль находит отражение. situ